Лететь или не лететь вопрос сегодня особенно актуальный. Пандемия в прошлом году кардинально изменила планы на отдых большинства туристов. Пришлось корректировать. А сегодня готовы ли жители Брещена отказаться от жарких стран в пользу безопасности? Пассажиры первого рейса в Турцию из Бреста очевидно нет. Полгода назад были в Египте, тоже из Бреста мы всегда летаем. Удобно потому что? Да, очень удобно. 15 километров мы сами. Я из Жабенькис, она, а Юля со столи. Сейчас выбрали Турцию. Надеюсь, все хорошо будет. Пандемия не будет? Нет, она везде пандемия. Прямое сообщение из Бреста плюс желание путешествовать и как результат стабильный поток туристов. Всю зиму полеты в Египет не прекращались только в одном направлении, в Хургаду. А вот полеты в популярный Шар-Мальшех возобновились только в апреле. В этом году из Бреста в Болгарию в летний сезон улететь не удастся. Мандемию никто не отменял, однако уменьшение туристов зимой не случилось. Все 189 мест Боинга в Египет были заполнены пассажирами. В летний период из Бреста в теплые страны запланировано 12 рейсов в месяц. На сегодняшний день полеты осуществляются в два направления Египта, это Шар-Мальшех и Хургада. С конца мая, это 27-го, начнутся полеты на Турцию, Анталия. Также запланированы полеты на Тунис, Инфида, тоже с конца мая. Громкие новости о закрытии воздушного пространства туристам, как оказалось, тоже не страшны. Самолеты летают, нас принимают, транзитом можно лететь. Я думаю, что все хорошо будет. Топ-3 популярных туристических направлений в этом сезоне среди брещан возглавляет Турция. На втором месте Египет, который, к слову, не предусматривает 10-дневную самоизоляцию по возвращении. Не менее популярны курорты Албании, Черногории, Грузии, Кипра, Объединенных Арабских Эмират и Болгарии. Из более дальних направлений можно отметить Мальдивы, так как это направление является круглогодичным. Однозначно, в этом году туристов стало больше. Я думаю, что туристы просто научились путешествовать в период пандемии, они привыкли к новым правилам. ПЦР-тест обязателен в большинстве жарких стран. Туристу его нужно сделать не ранее, чем за 72 часа до вылета. Например, при прилете на Кипр или в Грузию туристам необходимо будет сдать повторное ПЦР-тестирование в стране прилета. Посетить Хорватию, Кипр и Грецию можно без ПЦР-тестов при наличии сертификата, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации. Черногория и Албания разрешают въезд без тестов на ковид. Для заядлого туриста, как Андрей Якусик, такие условности не проблема. Мы вернулись из такого грандиозного путешествия. У нас был длительный перелет. Мы были на островах в Ангийском океане. Если задаться целью, то на самом деле можно найти варианты. Все ограничения, как мне кажется, в голове, но варианты есть всегда. Лететь или не лететь – вопрос, конечно, индивидуальный, как и соблюдение мер безопасности. София Бережная, Сергей Матвичук, телерадиокомпания «Брест».